Друзья, возвращаемся в эфир. Продолжается четвертофинальный матч между Грещуком и вашей елограммой. Начинается волшебная минуточка. У нас 11,5 на 7,5. Счет в пользу Александра Грещука. Достаточно большой перевес, но здесь по минутке можно быстро его растерять, особенно если самому растеряться. Будь здоров, Сергей Юрьевич. Расти большой. Так, надо немножко продержаться еще. То, что он тут мы видим. Грюнфельд почти симметричный был, но черный сдали центр. Но при этом у них хорошо с развитием. Можно даже в ц5 сыграть. Но Грещук действует иначе. Ну, у белых, кстати, пешку на е4 хотят поставить. И в этом случае немножко придушить черненьких. Хорошо. Ох, конь g4. Напали на пешку f2. Нормально. Нормально, Григорий. Отлично, Константин. Так. Я не знаю, слон етвы, есть ли такая идея у белых. Но там конь на c4 потом пойдет. Ну, вот вы знаете, фигурное расположение такое, что здесь белым не дожер. Никак не дожер. Опа! Конь c4. Отличный ударчик. Сюда, сюда. И если слон c5, тогда конь на c2 пошел. Вот бодро играется. А, он на c4, кстати, вернулся и правильно сделал, потому что ферзевый фланг сейчас будет провисать. По-моему, белые сейчас уже столкнутся с серьезными трудностями. Я просто не понимаю, как держать ферзевый фланг. На ладья b1, вилка на d2. Помог просто хуже. Хуже. И это абсолютно по делу. Все. Саша, молодец. Ой, как бодро. Я опасался, он по минутке начнет здесь проседать. Но он не проседает. Он просто соперника собирается уничтожить и в эту игру тоже. Вот е5. Ага. Ну, вот хотя бы слона g7 удалось прикрыть белым. Ну, хоть что-то. Сюда слон е3, наверное, да? Ну, куда деваться. Или слон d6 даже. Вот так. Так. Попытка задавить белых, черных морально. Где-то потом ладья b1 на b7 надо есть. Ну, вот. Вот такие вот. Ну, какой-то контрагу создал все-таки, Максим. Так, подождите. А куда деваться этому коню? Ага. Вот он, кстати, идет на c4. Здорово. Здорово. Мощно играет Саша. И, главное, качественно. То есть, неважно в какую игру, неважно с каким контролем играет Игорь Ищук. Но, самое главное, он играет в качественные шахматы. И даже по минутке у него получаются именно шахматы. Без дрыганий, без каких-то, знаете, таких нечестных... Ну, не то, чтобы нечестных, а именно таких жестких игруцких приемчиков в стиле Накамури. Накамури Грещук – это, в первую очередь, шахматисты. И он старается давить по позиции. Делать много-много сильных ходов. Он делает много сильных ходов, а сопернику, как правило, это не удается. Он все, подавляющий перевес ученых. Вот так мы будем дальше работать. И вот видно, что голова сейчас Саша соображает очень здорово. Он в хорошей спортивной форме. Пьет много воды, судя по всему. Так, ну вот мы видим снова Сицилианку. Здесь у нас веселье идет. Никакого Берлина, я надеюсь, по минуточке не будет. Но вот такой расширенный дракончик, в котором, кстати, сейчас ученых подозрительно хорошо идут дела. Д6. Поразительно, кстати, да, что вот иногда некоторые варианты, которые в свое время казались страшно опасными для черных. Сейчас с компьютерными программами немножко подзубрили, подвигали. Бац, и выясняется, что все у них держится. И там, и там, и там, и здесь. Вот по всему периоду просто смотрим, и все получается хорошо. Так, подождите. Вот нам надо, нам надо отсчет. Отсчет надо сделать. Я прошу сейчас нашего режиссера, пожалуйста, сделаем отсчет. Вот, а я пока буду комментировать без участия мыша. Так, ну что, захватывает пространство Александр. Ну что, словно же 7 не работает. Хорошо. Ферз Д2 предлагает перейти сопернику в окончание. Ну, надо, видимо, переходить, я так думаю. А что делать? Ну, правда, получается, равенство такое дохленькое, простенькое. Вряд ли тут что-то есть серьезное. Так, Ферз А6. Ну, Максим пробует последний шанс. Вот ему сейчас надо выиграть пару партий подряд. Тогда, может быть, еще какая-то интрига возобновится. Вот. Если это продолжать дальше все в том же духе, то, конечно, говорить будет нечем. Вот. Я заранее сейчас делаю объявление, дорогие друзья. Победитель этого матча выходит на победителя матча Карлсон Уэслису. Я на старте нашего эфира давал сеточку. И там просто получается именно таким образом, что тот, кто выиграет, я пока не называю этого шахматиста, хотя уже знаю, как его звать. Он сыграет. И опять-таки, тут тоже не стоит торопиться. Конечно, судя по всему, все-таки Марклус Карлсон явный фаворит в другом матче. Но Уэслисо, конечно, придерживается другого мнения. Ну что, разменяли всех слонов. Пешка на f7 слабая, но насколько это важно, я не знаю. Наверное, черные фигуры сейчас будут внедряться. Так, ферзь d1 как-то, да? Так, ферзь c1. Попытка разменять ферзей. Кстати говоря, у белых ладья-то похуже расположены. Нет такой активности. И ладья f4. Так, ну а если просто ладья c2 куда-то просто зашли? Мне кажется, что у белых могут быть серьезные трудности. Ну, у них идея связана с тем, что где-то вечный шаг может последовать. А5? Ну, какой странный ход, да? А5. Ну, фиксируют, я понимаю, слабости белых на ферзьевом фланге. Так, а если ладья бет f7? Так, ладья f8. Смотрите, кстати, очень хладнокровно действует Максимка. Сейчас, наверное, пешку на аж 5 не пустит. Да, он ее не пустил. Ферзь g5. И куда дальше-то? Дальше-то куда? Саня. То есть, все белые делают активно. Хотят поставить вечный шаг, а ничего не получается. Ну, вот у меня такое ощущение, что позиция просто проиграна. Белых ферзей встает на c2, и все. Или ферзь е. То есть, смотрите, как жестко. Смотрите, как жестко. Ну, а4 просто. Побежали, поскакали. d5, видимо, последний шанс. Да нет. Смотрите, g4. Саша пытается порваться, но ничего не происходит. Все, ферзь бьет аж 5. Вот здорово, хладнокровно действует Максим. Ну, а2 и что тут сделаешь? Ферзь f5, ферзь d3. Ладья а8. Ну, что, кстати, великолепные, классные победы. Играл по позиции, ну, очень здорово. И быстрее играл. Ну, что, счет немножечко не подравнивается, но немножко сокращается. Да, где-то 8,5. Да, сейчас на 12,5. Я надеюсь, что те шахматисты, те, кто ведет счет, здесь будет... Только не е4, Саша. Ну, молодец. А то, знаете, он по 3 минуты сыграл е4 и получил такую безобразную позицию. Ну, вот, слон f5, это уже нормально. Вот так и будем работать. Конь bd7, g4. Ага, вот видите, Максим начинает пешечное наступление на королевском фланге. Слон е4... А, стоп! Если f3, тогда конь d5 и мат на h4. Ну, давай-давай, зимни, Максим. f3, конь d5, и там матешник. Так, конь d5. Почему конь d5-то не было сыграно? Подождите, что-то я, может быть, что-то не понял. Конь d5 и мат на h4. Мне казалось, что это детская ловушка. Вот я даже хотел бы вернуться сейчас к этому. Конь d5. А, конь бьет е4, там есть. Ой-ой-ой, виноват, друзья. Вот все гроссмейстеры увидели четко. Такой на конь d5, конь е4, конь на f2 защищается. Просто некуда было этому коню деваться. Так что, молодец, Грещук все увидел. Ну, концентрация достаточно высокая сохраняет. Молодец, Саша. Просто молодец. Ну, белый, видите, захватывает массу пространства. Конь идет на f5. Вот. Но, с другой стороны, размин чернопольных слонов при такой структуре, это всегда довольно выгодно. Так, хотим провести b5, но, в общем, может быть, и не получится. Пока не получается, потому что боев не хватает. В целом, конечно, пространства у черных маловато. Так, слон h2. Что хотим? Может быть, g6, f5? Я не знаю, какая-то такая взрывная идея есть. Слон h7, конечно, будет выглядеть потешно, но почему бы и нет. Вот, если других возможностей проявить активность не имеется. А, вот, конь f8, конь g6. Но здесь, видите, белые напали на слона h4. И черные были вынуждены разменяться на f5. Но, с другой стороны, смотрите, какая классная блокада здесь. Размен, но здесь слабость на a6. Стратегически, конечно, у черных довольно сомнительную позицию. Просто на a6 отдают. И Грещук заводит ладью на d4. Ай, творческий. Ай, молодца. Так, а если конь b5? Конь b5 с идеей взять на d6. Но там на королевском фланге, вы знаете, может случиться страшное. Сейчас черные, наверное, фигуры доберутся. Ладья e4. Потом ферзь e7, ферзь e5, ферзь g3. Ну, вы знаете, то, что Грещук вот в этом матче вот делает, ну, это просто вызывает гигантское уважение. Просто гигантское. Человек показывает, что, ну, вот, его творческий потенциал все-таки настолько великий. И король наш 7 спокойненько. Ушел ферзь d8. Ой, какая неприятность. Ладья e2, Саня. Ладья e2, наверное, там был такой ресурс. Да. Ну, кстати, здесь тоже есть борьба еще. Ладья e2, ладья c2. А, и на d8 просто зевнул. Зевнул. Зевнул на d8 эту самую ладеечку. Максим. Я даже не спал понять, что произошло. Ай, да Грещук. Ай, молодец. Ну, просто великолепно играет. Ну, конечно, отдельные партии бывают, бывают и достаточно скромные, мягкие, иногда даже посредственные, но некоторые поединки просто, вот, просто блеск. И то, как быстро, то, как ловко он делает. Так, итак, это французская задвижка на e5. Это детская такая, юношеская любовь. Александр Грещука, он здорово когда-то трактовал эти схемы, но с тех пор, мне кажется, его мастерство ничуть не уменьшилось, а скорее увеличилось. Так, что у нас здесь происходит в теории? Ну, у белых, конечно, отстала пешка на c2, но она очень хорошо защищена, и собираются белые сыграть конь g5 и поставить мат просто черному королю. Давай, Саш, конь g5. Ну, можно сразу, можно постепенно. Конь идет на f8 и пешку на h6 еще задвинуть. Туда ее в качель. Так, вот здесь пешку h6, конь на g5, мне кажется, все-таки перевес у белых там будет довольно солидный, но Грещук, судя по всему, обрываем такими агрессивными идеями. У него здесь просто проломить центр, ну, может вообще d5 и ладья g4 сыграть, но это было бы, пожалуй, слишком. А вот я могу сказать, что здорово переставился Максим, и теперь размен, размен, ферз d5. Ну, там, правда, белый ферз на g4 пойдет, конечно, никто меняться не будет, да? Ферз на g4, h6, ну да, да, вот здесь чернопольные дырочки на королевском фланге все-таки присутствуют, но с учетом того, что черный конь роскошно, комфортно становится на d5, мне кажется, что шансы белых вот в этой матовой атаке невелики. Я полагаю, что скорее черными здесь проще играть на победу. Конь d5, b5, опять и пошла пешка дальше. Ферз f8, это какое-то нападение на пешку h6, ну и что дальше? Конь d5, ну и вот план черных примерно понятен. Размен, размен. Ферз a3, успевает Максим, как какие-то пешки сбоку съесть. Вот молодец все-таки, знаете, хватка, хватка это великое дело. Сейчас просто ферзя на e7 пешка пошла. Ну, выигрывает, похоже, эту партию, причем без шансов, без шансов выигрывает с черными. Максим, никаких идей просто нет у белых, ни одной. Вот ни одной, время тает, а идей нет, ну хоть сразу, нет, сразу сдаваться давайте не будем. Вот всегда успеется. Так, ну вот теперь надо как-то вторую пешку подключить. А видите, а что такое? Конь c3-то они, разве не было? Нет, конь c3-то нет, конь c3, извините, друзья. Вот, как-то начинаю постепенно таять я. Может быть, ферз b4, конечно, надо было на b1 просто пойти. Ну, вот, подождите, а на ферзь бьет b5? Что будет на ферзь бьет b5-то? Что такое? Отчего наш доктор завопил, да, как у Высоцкого? Ферзь бьет b5. Сань, съешь эту пешку срочно. Конечно. Ну, мне кажется, Максим тоже здесь вот немножечко так, как бы это сказать, помягче удивил, да, знаете, просто удивил. И отдал сначала одну пешку, а потом еще проходную. И вместо абсолютно выигранной позиции получилось примерное равенство. Ну, я не исключаю, что и в этой позиции случится, может, все что угодно. Да, ну, Максим, ну, что называется, поплыл, конечно. Но, может быть, он расслабился, потому что видел, что соперник практически не оказывает сопротивления в этой партии. Ну, и, соответственно, может быть, решил где-то выиграть легко. Ну, и просто подставил под бой важнейшую пешку. Так, так, так. Ну, теперь, кстати, у белых снова появляется идея где-то поприжать черных с пунктом f7. Ферзь f4, правда, не сыграешь. Там конь на едва шахи дает. Так, g5, не пускаем ферзя на f4. А что дальше? Конь b5, ну, это размена, получается, сухая ничья. Сухая ничья, да, наверное, здесь уже ничего особенного интересного не произойдет. Так, 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 погодите. Сюда, сюда, ну, просто вечность, да? Король h7, правда, есть ход. Может быть, не вечность? А, ну, да, хорошо. На самом деле, оценка позиции нисколечко не меняется. Ферзь g6. А что, в пешный надо перейти, пешку на g4 поставить. Мне кажется, там ничья была. Вот, ну, хорошо. Мне кажется, Саша в любом случае сделает это. Переведет к этому результату с большим запасом. Так, на d5 надо. Погодите, а если взять на e5? Без пешки, что ли, остаемся? d6. Ну, нет, тут, на самом деле, у белых серьезная контр-игра. Я думаю, надо вечный шаг где-то ставить. А как поставить? Кстати, там король h2 будет ход. И что? Подождите, а почему не король h2-то там зависала? А, ферзь f5 есть ход. И на f2 висит. Да, ну, хорошо. Позиция ничейная. И я думаю, что шахматисты должны соглашаться. 18 секунд у Машьела Грава, но это ему не поможет. Потому что сейчас d7, просто ферзь ушел. И ясно, что тоже очень интересная партия, в которой, конечно, переиграл соперника француз, но не смог выиграть выигранную позицию. Неожиданно раздал все свои проходные пешки. Так бывает иногда. Так, Саша Грищук снова у нас переходит к таким грифельдовым играм. Так, по нулям а4. Вот, смотрите, какой забавный ход. Так захватываем пространство. Саша Грищук не стал разбираться и сам решил тоже поставить пешку на а5. Ну, смотрите, полностью симметрично. Неужели слон и в 5 сыграет? А почему бы и нет? Да, вот правильно, правильно, правильно. Конь е5, правда, тут дальше будет трудно соблюдать симметрию. Вот, c3, но как-то чуть-чуть черные здесь вынуждены защищаться. Но не бог висит, что, да? То есть ферзь b3 на b7 не висит. Да, пешку на b6 можно, если что, поставить. Ферзь d7. Так, так, ладья d1. Но пока не видно, как белые будут прорваться. Может быть, конечно, c4 где-то ход последует. Но тогда черный конь на b4 удачно выпрыгнет, да? Так, слон е6. Ну, профилактические меры предпринимаем. Размин на g5. Ну, вопрос только в том, где белые будут сейчас выставляться. Е4 или c4. Ух ты! Хонь b8, странный какой ход, да? Свою собственную ладью запер и зевнул качество. Ну что, у белых не просто выиграно, абсолютно выиграно. Да, слон е7. Ну и, в общем, с таким лишним качеством, наверное, Максим не имеет права просто выпускать соперник. Ну, следующий ход е4. И все, друзья мои, совершенно, вот, ну, просто, как бы сказать, повежливее. Ну да, вот после жертвы на e6 еще круче, конечно. Как бы, вежливых слов здесь нельзя найти, потому что песенка черных спета, и надо... Ну, смотрите, кстати, 48 секунд у каждого. То есть, куда шахматисты так торопятся, да? Ведь времени вагон. Дело в том, что здесь секунды добавления на ход. Здесь все можно успеть, все абсолютное. Зачем надо так спешить, ну, ой-ой-ой-ой-ой-ой. Сейчас взяли на e6, наверное, да? Ну, и получается окончание с двумя лишними пешками. Два слона еще на c7 подвисать. Ну, Сань, давай, давай прекратим это безобразие. Ну, что такое, без трех пешек будем, что ли, раньше полиграть? Это, наверное, как-то некрозисто, некрасиво. Нет, он продолжает битву. Вот, я думаю, что и размен, размен слон бьет e5. Легкая победа. Просто легкая победа, и там на королевском фланге две пешки там неизбежно получаются. Да, ну, Максим продолжает доедать просто. Продолжаем доедать. Так, сюда, сюда, конь b34. Хорошо, и наш 5 съеден. Ладно, я думаю, здесь нет повода для каких-то серьезных шахматных комментариев. Так, а видят ли игроки друг друга? Такой вопрос у нас в эфире прозвучал. Вот. Наверное, видят. Да, в скайпе, конечно, видят. Так, ну, Саша, вот здесь, здесь, мне кажется, уже никакого повода для оптимизма нет. Это похоже на то, что происходило сегодня в женском чемпионате, когда девушки, ну, совсем уже странные какие-то вещи делали. Такие позиции играть. Ну, смотрите, у соперника это 40 секунд. 40 секунд. Ну, Саша просто, видимо, не обращает внимания на время. А, вы знаете, я понимаю, в чем смысл. Он хочет как можно дольше, чтобы эта партия продолжалась. И тогда, соответственно, меньше останется времени до конца. И у Вашьи Лаграва не останется просто времечка на то, чтобы, чтобы, ну, сыграть еще дополнительную партию. Ну, как-то выглядит это не очень красиво. Я бы предпочел, чтобы шахматисты высокого класса, ну, такие позиции не играли бы, да. Ну, как-то это... Только ферз и три, вот, важно не сыграть. Ага, во, и? И? А где пат? А где пат? Ну, давайте раз-раз. Ну, вот, мат все-таки получает. Вот. Ну, это понятно. Я уже, как говорится, просчитал, просчитал эту тактику Греччука. Ему надо играть подольше. Так, счет между тем сокращается 14-10 в пользу Александра. Но все равно запас очень-очень большой. Так, что у нас еще? 16 минут. Ну, четыре партии-то сыграть успеют. То есть, Максиму надо просто выиграть четыре партии, и тогда жизнь наладится. Так. А, Греччук, смотрите, он еще думает все последние секунды. То есть, он время использует. Да. Ну, хорошо. Это его делает, его спортивное право. Так, хорошо. Ух ты, ух ты, краб, ух ты. Какой-то пирс уфимцев у нас образуется. Конь f6. Так, ферзь e2, пешка на e5. Ну, что, пойдем? Нет, не пойдем. Еще не время. Не время выходить в свет. Ладья d1, d5. Ух ты. Какая встреча на Эльбе происходит. h3, слон g4, не ездок, не ходец и не боец. Ну, что? Ну, кстати, отсутствие слона в строю, это самая главная проблема здесь у черных. Е5, наверное, играть невозможно, пил 1, а d1. А слон f5 можно сыграть, спровоцировать белых на ход g4. Ну, а тем временем пытаются разменять белопольного слона белых максим, но не получается. Честно говоря, получается неубедительно, потому что это слон на c2 в итоге вышел. Слон f5, вот его пытаются здесь разменять. Я думаю, g4 вообще объективно такой интересный ход, чтобы черных стеснить по полной программе и заставить их как-то неуклюже расставиться. Конь аты, ну, тоже возможность как возможность. Белые хотят дождаться хода b5 и только потом менять слонов на c2. Ну, идея заключается в том, что где-то пешка на c6 будет зависать. Кому же конь на а5 пока явно не устроен по жизни. e6. Ну, вот, смотрите, белый изящно нащупывает слабые пункты в лагере черных. Ну, f6 как раз прикрывает, по большому счету. Вот, но пока конь расположен на а5, черному точно нечем гордиться. Вот, ну, несколько ходов таких достаточно плотных, гроссмейстерских, серьезных. Конь на d6 выходит. Вот сейчас, сейчас у черных уже хорошо. Я могу сказать, что за черных можно было бы эту позицию даже поиграть. Конь f5, ага, а комбит f5. С чем? ef5. Наверное, ef и потом пешка g пошла вперед. Ну, давай, Максим, ef, ну, и пешка g5 вперед, вперед из песни. Так, конь f4, слон d2. Ну, все равно белый сохраняет такую надежность позицию. Даже можно просто при случае разменяться на f4, да. Ну, здесь, скорее всего, не будет какой-то серьезной такой стратегической коллизии. Вот, можно разменяться, c4 сыграть. Вообще, любой размен здесь к выгоде белых. Но, вот, правда, смотрите, как ловко Максим-то поступает. Он настаивает на размене, но только с вилкой пешечной. Да, здесь добиваются все-таки определенного прогресса. Черные, особенно если пешку на g4 сейчас отправят. Так, 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 c4. Ну, белому надо просто прорваться, ведь у них же есть пешечные преимущества. Здесь ферзь e8. Ну, я не знаю, кто кого, куда не пускает. Вот, но черным нужна же активная игра. И ничего, кроме как g5, g4 я не вижу. Но, видим, что Максим потерял не тигры и переключается к обороне. Сейчас где-то ладья... А, просто ферзь f7. Ферзь f7 и мат. Просто зевнул мат. И, ну, или назад до добра не доводит, как известно. И все, грещук. Мне кажется, вот этой победой просто подводит черту под этим матчем. Потому что плюс 5, это уже не отыграть. Все, за оставшееся время, видите, всего лишь там 13 минут. g4. Ну, правильно, куда уже. Что уже ждать-то от судьбы калачей, не дождешься. Ну, правда, g5, это не угроза, да, потому что ладья на g1. Так, ладья на h1 подвисала. Брать на g4 нельзя было. Взяли, взяли, взяли. На g7 рухнуло. Так, ну, теперь в нужный момент белые должны сыграть g5. После чего произойдут размены. Правда, если в этом какая-то стратегическая выгода, это вопрос очень такой спорный. Ну, давайте конь h5 просто. Конь h5 и конь g7. Ну, и что? Да, вот вертикаль h4 как черных. Можно аркировать, допустим, в длинную сторону, да. Хоть это и не шахматы фишера, тоже выглядит довольно странно. Оп! Что за ход конь h5? Почему пешку-то зеваем, Саня? Как же так? Он пытается понять... Он не заметил пешку на d4? Сейчас разводит руками. Вот после d4, ну, вот надо, надо там как-то отреагировать, да? Нет, а борьба продолжается. Ну, вы же знаете, вы же понимаете, да, что Саша просто будет сопротивляться сейчас до последнего. Правда, смотрите, какой красивый разменчик. Да, еще и ферз за слона приходится отдать. Да, ну, Саша, ну сдайся, давай в таких позициях не будем играть. Ну, без ладьи же, Саня. Ну, это некрасиво, некрасиво, Саша. Ну, мне кажется, да, я понимаю, что хочется выиграть матч, но такие... Вот смотреть продолжение этой партии даже как-то не очень-то хочется. Ну, что же это такое? Ладно, я пока читаю ваши сообщения, друзья. Вот, конечно, ничего не нарушает. Ни одного правила не нарушает Александр Грищук, но он имеет право и на такие действия. Ну, конь f7, да, просто вот, видим, тянет время. У него 29 секунд, да, а4, ну, и король е5 и так далее. Так, f5. Ну, дело в том, что, смотрите, Максим-то действует настолько быстро, что по времени получается, что он даже наваривает время по сравнению с одной минуточкой. Да, вот сейчас ферз пойдет на b5, взяли, проведет второго ферзя, быстренько заматует. Опа, опа, быстренько, раз, 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 туда его в качель, сейчас шажок и... Ну, кстати, ферз-то сейчас превратится... О, давайте c1 ферз и ферз f3. Вот такой изящный трехферзевый мат. Вот. Ну и что, и Александр сейчас будет думать, сколько там, 25 секунд. Надо попить водичку, надо сейчас расслабиться, да, хорошо. Ну, ничего. Вот. Тянем время. Тянем дыню за пупыню. Как говорил в таких случаях, один великий чемпион. Да. На войне все меры хороши, правила не запрещены. Я с вами, во-первых, абсолютно согласен. Все, что не запрещено, все разрешено, но... Созлить, что держать денег. Так, ладно. Счет, ну, вроде бы сократился, минус 4. Но, вы знаете, он на этой отметке, 4 очка в пользу Грищука, держится уже последний час-полтора. И ничего не меняется. Ну, хорошо. Вот сколько там? 9,5 минут. Ну, вот сейчас, сейчас, если Максим выиграет еще пару партий, тогда какая-то все-таки будет... Какой-то вопрос еще останется. Ух ты, как, кстати, интересную скандинавку он здесь зарулил. Ферзь е6, ну что, слон е3. Правда, победу-то совершенно безнадежно черный должно быть. Но, может быть, может быть, здесь какая-то заморочка получится. То, что, 3-0, да, надо играть. Или конь е3, фе, видимо, у белых очень мощный центр. Вот, черные собираются, видимо, е5 сыграть. Пытаются прорезать черные поля, поэтому, может быть, белым вообще пешку на ц3 надо ставить. Правильно, конь d2, это очень дальновидно со стороны Грищука. Пешка встается на ц3, и черный слон здесь не имеет никаких перспектив. b4, ну вот идем туда к пешке b7. Пристраиваться. Конь b3, b5. Или конь c4, сейчас b5 угрожает. Ну, позиционный перевес белых неоспорим. Да, вот здесь все идет пока под диктовку Александра. На а4. Смотрите, на ферзном флаге какие заявочки на победу. Слон е4, даже на королевском тоже. f5, конь f7. А вот это, кстати, может быть, оказаться неплохо. Ой-ой-ой, какой промежуточек. Да, вот после f5 как-то... Когда играешь по минутке, люди автоматически на f5 отходят слоном. А вот как раз автоматизм, это не свойство Грищука. Он ищет сильные ходы и находит удивительным образом. Ну, просто я преклоняюсь перед его талантом. Он действительно гигант больших шахмат. Вот, и, ну, здесь вот, смотрите, просто подавляющая позиция. Уже пешка на а4 падает. И ничего сделать нельзя. Мне кажется, что... Некоторые партии по минутик, так как играет Саша Грищук, ну, многим шахматистам и в серьезные шахматы было бы непросто так сыграть. И некоторые решения, просто вот можно ставить задачки. А вот как надо здесь, в этой позиции? А вот Саша Грищук нашел это за 0,7 секунды. А вот это за полсекунды. Вот. А тут он продумал целых полторы секунды. Да и все-таки это нашел. Ну что, ладья С8, ладья С4, кстати. Подождите. Тут как-то белые пешки расположены неказистом. Может быть, еще какая-то борьба и будет. Отыгрывают, кстати, пешку-то. Получается, равные ладья и на окончании. Взяли, взяли С4 просто. Так, ладья Б1. Приемчик вкусили. Да, ну, кстати, пешка А пойдет ферзи. Может быть... Ну, вот, не знаю, вместо ладья С6 надо было ладью просто. Грищук отклонил ничью, друзья. Но вот Грищук цинично играет. На затягивание времени. Цинично. И отклонительно ничью в такой позиции. Но это уже, знаете, научился не самому хорошему Унакамура. Александр научился не очень-то хорошему вещам Унакамура. Это как раз в стиле американского гроссмейстера было. Я, честно говоря, полагал, что Грищук такими делами не занимается. Ну, ладно, хорошо. В общем, Саша воюет и не нарушает ни одного правила. Ни одного правила не нарушено в этой войне. Ну, вот, соответственно, так он бесконечно будет ходить ладьей. Для того, чтобы истекли те самые 6 минут 45 секунд. Ну, ладно, это его дело. Давайте общественные обвинители пусть выступят в интернете с отдельным письмом на эту тему. Ну, кстати, а вот как здесь сделать ничью? Вот, допустим, топчешься, топчешься. И как вообще прекратить эту игру? Здесь же одна секунда добавления на ход. И Грищук сейчас может просто посматривать так в потолок и двигаться туда-сюда. Ничего же не происходит. Так, ну, понятно, исход матча предвешен. Вот, ну, просто потому что ничью здесь, видимо, в ближайшие 5 минут ваш килограф не сделает. Можно просто сдаться, наверное, и тот даст больше шансов. Так. Сколько нас людей-то сейчас осталось? Дело в том, что в Москве уже полдвенадцатого. Ну, мне кажется, вот видя такое безобразие, народ начнет расходиться. Так. Да, 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 да. Ну, что поделать? Ну, вы понимаете, да, что между этими шахматистами может быть еще очень серьезные счеты, да? Потому что они в Кубке мира, вы помните, бились в драматическом четвертьфинале. Ну, и Саше хочется изничтожить своего соперника. И не дать ему ни малейшего шанса. А, вот. Е по правилу 50 ходов, да. Ну, и так теперь даже теоретически не успевает все-таки. По-моему, не успевает Максим отыграться. Ну, вот смотрите, сейчас пешка на H5 пойдет. Е5 надо. Е5. А на конь D5, H5, кстати. О, лишний пешку ученых замечут. Слон G4, правда, есть ход. Они довольно неприятные для ученых. Ай-яй-яй-яй. Ну, вот теперь конь D5 уже проходит. Да. Перевеса белых не получается. Ну, а что вы хотели? После G3, H4 еще и белый перевес получить. Это было бы слишком здорово. Кстати, за белых ходов вообще нет. На D3, там на C3 висит. Со страшной силой. Все равно H5. На слон H5 ладья бьет H5. Вот правильно так и надо. Ладья бьет H5. Руби его, Макс, руби. Вот я потихонечку начинаю болеть уже с французского шахматиста. Ну, просто как-то вот это. Это все, что делает Саня, но как-то это не смотрится. О, G4 угрожает. На F5 конь F4. Сейчас просто выиграют партию белый. Ну, конь F4, давай, конь F4, все. Ну, как. Мне кажется, сейчас развал какой-то будет. А, подождите, пешка на G3 висит. Так, так, так. И на H5 хотим съесть шахом. Ну, конь C6, наверное, надо как-то просто убегать. Нет, все. Горячок, в принципе, сейчас начинает. Взялся за ум. Стал играть более-менее. Более-менее практично, технично. Ну, и конь через F6 идет на E4. Ну, хорошо, нормально. Конь F6, размен, размен. Да, я думаю, что он уже 6, размен произойдет. Но Максим достаточно ловко уклонился. И хорошую структуру получил. Пешка на E6 довольно слабенькая. 2-0, 3-0. И B5 понеслась атака. Вот, кстати, мне кажется, атака-то достаточно резонная. Потому что здесь ферзевый фланг открыт. На 7 ветрах просто расположен здесь король, ладья H6. И все равно B4 следующий ход. Ага, смотрите. Опа. Вот так вот контролируем пространство. Слон F3. Это куда? Зачем? Брать ножи 4, разве можно? B4. Так, 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 так. Ну, я не знаю. Честно говоря, игра белых зашла в тупик. C4. Ну, такой отчаянный метод. Даже ладья C8 есть. Слон бьет D4 есть. Масса возможностей. Dc. Ну, с другой стороны, знаете, вот белые поля все-таки скрываются. И этот слон может где-то наделать бед. Конь пошел куда? На Е4, да? Так. Так, 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 так. Очень важный момент, что при вертикале C вроде бы опасная ситуация для белых. Но ни одна черная ладья не может сюда ступить безнаказанно. Размен и размен. Слон Е3. Но надо все-таки короля на Б1 увозить где-то. Вот. Вот так. Ну что? Меньшее времени, кстати, у Грещука. Позиция чрезвычайно острая. Ж4. Ну, идея такая, что на взятие ладья Ж1 пойдет. И где-то на Ж7 будем хлопать. Ну, а Грещук очень четко акцентирует внимание соперника на слабости на Д4. Так. А как брать на Д4 вот теперь? Видите, слон-то скрылся. И ферзь бьет Е4. Просто выграно у белых. Просто выграно. И времени больше. И все. Ну, от выигранной позиции до выигрыша партии дистанция, как вы понимаете, огромного размера. Да, да. Сейчас Б3 будет, Саша, задвигать. Взяли, взяли. И ладья бит Ф5, наверное. Почему на Ф5 не было съедено? Загадка природы. Но не задавайте сложных вопросов, друзья. Это блиц, это минуточка. В конце концов, конец довольно трудного матча. И ясно, что соперники здесь склонны ошибаться. Ну, вот по вертикали Е... О, можно взять на Б2. Взять на Б2 и потом на Ф5 еще. Ладья бьет Б2 и ферзь Ф5. Ферзь Ф5. Пока есть связочка. Да, но теперь себе гарантирует ничью здесь Александр. Просто Х5 можно сыграть. Ну и, соответственно... Вот. Ну, сейчас еще начнет он очень долго двигать здесь фигуры, да. А6 потихонечку. Ну, хорошо. Пешка на Д6 не запустили. Ферзь Б4. И ферзь А4 следующий ход, да. Вот куда-то на один. Надо попасть на один шахов. Так. Ферзь А4, Саня. Давай мат. Мат поставим. Ну, а что у нас по времени? Time is up, да. И у нас наступают шахматы Фишера. Вот они. Вот она классика жанра. Все лошадки у нас на королевском фланге. Абсолютно все. Я напоминаю, друзья, что после этой партии у нас состоится небольшой перерывчик. Минуточки две. Ну, просто там людям надо добежать до туалета или там глотнуть водички. Вот. И, соответственно, мы начнем уже эту стадию нашего матча, когда играем по три минуты. Е4. Ох, какой мощный прорывчик. Ну, вот была полная симметрия. Шахматисты развивали коней. Ну, и белые захватывают пространство. Так. Слоны в пять. Я каждый раз во время каждого эфира рассказываю про правила рокировки. А вот как вы думаете, как надо рокировать короткую сторону? Очень просто. Король встает на G8, а ладья при этом перемещается на F8. Выглядит, конечно, странно, но именно так выглядят правила короткой рокировки. Но, правда, вот белая ладья уже сделала свои ходы, и поэтому по кодексу она не может уже обеспечить короткую рокировку. А длинная рокировка будет исполнена, опять-таки, король на C8, ладья на D8. Ну, посмотрим, доживем ли мы до этого или нет, неизвестно. Ну, вот я вижу, что потихонечку соперники благоустраивают как-то свои позиции. Сейчас пешку на E6, наверное, поставим. Ферзя с D8 уберем, рокируем. Ну, и позиция станет напоминать шахматную. Ну, когда играешь E6, важно тут, чтобы этот слон не попался ни под какие удары. H3, G4 или что-то еще. Но я не вижу, честно говоря, каких-то угроз. Думает пока Грещук. Думает довольно долго. Играет E5. Ох, какой ураган. Вы знаете, сегодня Саша столько сильных ходов приподнимает. Я, кстати, не уверен, что этот ход сильный. Для меня лично это не очевидно. По-моему, восьмой ряд где-то провисает после банального хода D. Но сам факт того, что он находит нетривиальные возможности и идет в жесткие осложнения, но говорит о том, что он настроен сегодня в высшей степени агрессивно. И какая-то творческая мысль у него буквально фонтанирует. Это очень здорово. Комбьют E5, да? Ну, теперь много раз. Да, вот взяли-взяли. Размен на D1. И проблема в том, что на E5-то пешка не естся. Подождите. А что, можно? Подождите. Я вот, кстати, думаю, а что, можно длинную рокировку сделать? Мне казалось, проход через битое поле. А оказалось, можно. Но тут, знаете, надо досконально знать правила шахмат Фишера. Вот белые-то, собственно, недоразвитые. А черные, получается так, что полностью завершают развитие. И слон может куда-то... Нет, ладья хотела пойти на D1, но ей не дали. Так, ну, тем не менее, пешка на E5 остается лишней. Только посмотрим, смогут ли белые развиться. Ну, скажем, сыграть слон C5, F4. И дальше приставать к пешкам на кролевском фланге. Может быть, белые не успеют вообще ничего сделать. Ладья E8. Мне все-таки слон C5 как-то больше нравилось. Оно естественнее и, наверное, не безобразно было. Вот, хорошо. Но Саша торопится отыграть пешки. Ему хочется, да, на F4 сыграть F6. Ну, и там эта пешка, наверное, будет погибать потихонечку. Но таким образом и белым дается тоже время. Сейчас можно просто сыграть слон E3. И длинную аркировку, наверное, будет примерно равенство. Вот, хорошо. Хорошо, но соглашаться еще не время. То есть, еще есть возможность что-то зимнуть. Так, что у нас на циферблате? 3.45 и того и другого. Как-то быстро, да. У нас исчезли ферзи, исчезли лошадки. И, скорее всего, примерно равный Энджпель нас ожидает. А счет у нас 6.5 на 2.5 в пользу российского гроссмейстера. Но очень много партий еще впереди. Вы помните, что в большинстве матчей один из шахматистов обязательно примерно 18-19 очков можно набрать по 3 минутки, по 1 минутке. Много же партий будет сыграно. Так что это еще только начало нашего вечера. Так, самые интересные шахматы это шахматы Фишера. Для кого-то да, но для кого-то нет. Ух ты! На слон F4 и слон D6. Вот это номер, и на взятие мы врываемся на Е2, и у белых нам навечаются кое-какие неприятности, да. Интересно сыграл Александр, а если G4, то все равно слон бьет Е5. Но мне кажется, сейчас белым надо как-то за равенство бороться, и не факт, что удастся. А если слон B5, то просто C6. Да вот слон B5, кстати, какой-то интересный. Напали сюда, C6. Сюда и мат. А, и здесь промежуточный шахматы очень важны, да, чтобы белые не вышли из коробочки, и у белых сохраняются проблемы. Я просто думал, что если побить, так, слон F4, сюда, ну просто 3-0, да, ну и здесь, скорее всего, все-таки примерно равновесие. Ну, просто забавно, что каждый из сторон сейчас рассматривает возможность взять крайние, как будто отравленные пешки. Замечу то, что пешка на А7 вовсе не отравлена. Там на B6 последует слон A6 мат. Ну вот Александр такую ничью, видимо, форсирует. Ладья Е1 и ладья Д1, да, согласились на ничью. Ну что, друзья, давайте отдохнем пару минут. Я надеюсь, что наш вечер будет продолжаться со все возрастающим интересом. Нет, ну вот он и сдался, он понял, что это безобразие, не стоит позориться. Да, да, давно я не видел таким разобранным французского гроссмейстера. Счет плюс 5 снова, да, 11,5 на 6,5, и мы начинаем партию в шахматы Фишера. Так, что это вот, что это вот, кто, кто это вот здесь вот стоит? Король здесь, ферзь здесь, отлично, отлично. Я, кстати, заметил такую народную предмету, что в шахматы Фишера очень часто люди ищут первым делом возможность активизировать слонов. Вот важное такое обстоятельство. Вот пешку на Е4 тоже, пространство пешечное захватить. Может быть, Д4 сыграть, потом С4. Вот у меня такой планчик за черный здесь есть. Надо быстренько выдвинуть все пешки по центру. И будь что будет. Так, запускаем волну на трибунах, пишут наши люди. Наши люди на Ютьюбе. Я был бы очень рад, кстати, посмотреть, как люди там, фанатеющие за Грищука, запустят трибуны. Трибуны, да, это было бы здорово. Так. Так, хорошо. Погодите, Е5. Ага. Значит, А4 он сыграл. Ну, А4 совсем такой чудной ход. Я, честно говоря, ход А4 в принципе не могу как-то расшифровать. Очень сложный ход. Ну, вообще, как и сами шахматы Фишера, они настолько сложные, что здесь, конечно, как говорится, невозможно разобраться без соответствующей закуски. Так, Ф6. Ну что, Д4 надо? Не отдавать же пункт Е5. Хорошо. Вот, С5, С3. Ох, будет какая пешечная структура. Ох, как здорово будет, как интересно. Угу. Так. Нормально. Ну, можно, конечно, сыграть слон Е2. Слон Р2, слон бьет Д4. Да нет, все-таки пешкой надо брать. А, узнаете, Грищука, какая идея. Взял на Д4 и на Е6 продавил. Ну, вот теперь при слоне на Ф7 уже надо закрывать пешечную цепочку. Просто С3 можно сыграть, чтобы соперник здесь не мучился и не страдал. Вот, ну, мне кажется, что пространственный перевес белых практически эквивалентен и игровому перевесу. Просто играем там С3, слон С2, А4. Ну, Грищук демонстрирует здесь какую-то совершенно поднебесную. А может быть, конь Е5 надо? Вот, молодец, Максим. Вот, вы знаете, сверхтонкости со стороны Грищука вызывают порой очень толстые и очень грубые возражения со стороны соперников. Ну, вот теперь надо как-то ферзя черным вырулить центр. И, мне кажется, компенсация ученых будет просто капитальная, колоссальная. Вот, я считаю, что это стоит фигуры по полной программе. Мало того, что пешек 2, так они еще, смотрите, какие центральные, мощные, сильные. В общем, здесь такая интересная стратегическая завязка. Ну, если только не вот это уродство в виде ферзя на H8. А, может быть, кстати, сделать короткую рокировку. Да, король G8, ладья F8. Во, кстати, интересная идея. Я всегда с удивлением вот такой. Сейчас, смотрите, короля так бац, вот так, раз, оп, и это я вот руками завел. Максим еще так не сыграл. Может быть, он не догадывается, что такая рокировка. Возможно, нет, он, мне кажется, сможет. Он уже не одну партию шахматы Фишера сыграл. Ну, и тогда по вертикали F ладья будет работать. Ну, и близок час высвобождения узника на поле А8. Вы помните, что граф Монте-Гристо сидел в своем замке 18 лет, да, потом сбежал чудом. Вот здесь, видите, узник-то прорывает дорожку к Аббат Фария. Его ждет где-то собрат по несчастью. Хотя вы помните, что как раз сам по себе Эдмон Дантес не копал ничего. Это Аббат Фария, старый больной человек до него докопался, да. Просто прогресс все крепостные стены и вылез к нему. Он думал, что он лезет на волю, но ошибся в расчетах. И в результате вот так молодой человек-узник получил неожиданно такого союзника себе и духовного наставника. Ну, а сам-то молодой, чем занимался вот много-много лет в тюремной камере? Я когда читал в детстве, недоумевал. Ну, почему старичок-то это сделал? Почему ты, молодой, сильный, бодрый моряк, сам не изготовил инструменты и так не прокрошил стену? Ничего себе! Вот здесь сделана аркировка. Когда у белых появилась возможность распотрошить королевский фланг, вот именно в этот момент он и делает такой ход, как 2-0. Ну, это значит идти на встречу опасности, не страшась никаких бурь. Да, такое ощущение, что моряк разворачивает свой корабль и подставляет его бортом под волну. Да, ну, правда, честно говоря, координация белых фигур настолько безобразная, что я думаю, что черные могут позволить себе все, что угодно. Выйти королем вперед, а потом вернуться назад. Ну, бери, бери пешку. Ну и что вы, подумаешь? Елки-палки. Ну, знаете, лес густой. Просто позволили взять на G7 и ладьяна опять уходит назад. Так. Д1. Я не могу без смеха комментировать эти шахматы, друзья. Это настолько красиво, насколько может быть это. Ну, это вообще безобразно. Ну, что это такое? Да, ну, правда, вот черные сейчас заиграли действительно симпатично. Да, сейчас ферзь А7, Е4. И белые будут раздавлены. Просто раздавлены вообще без шансов. Так. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ну, что, слон Е4, наверное, надо играть. Ну, коня наш 4 надо оставлять с носом, да, без носа. Ну, неважно, да. Тут можно просто взять на Е4 и ферзя подтянуть. Все равно отхода Е4 там в перспективе не будет защиты, наверное. Вот. Я думаю, что... Или Максим хочет встроенные пешки получить, да. Вот сейчас просто ферзя выводит, и потом будет три пешки по вертикали Е здесь маршировать потихонечку. Почему бы и нет, кстати, конь наш 4 этому не очень-то обрадуется, потому что у него вообще не будет возможности вырваться на волю. Ну, что, творческая, чрезвычайная игра, но... Ага, конь С5. Вот это я понимаю. Вот это по шахматному. Потому что конь на Е4 переходит. Ну, тут уже шутки в сторону. Конь Д2. Да, 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 да. Ну, когда же ферз-то вступит? Когда морячок-то у нас... Морячок-то выйдет на волю. Ладья Ци... Не, никогда, видимо. Пока вот действительно какие-нибудь дедушки до него не докопаются. Ну, что, берем и коня на Е4 вставляем. Да, ну вот все. Все все-таки хорошо. Погодите, а взять конь Д2, если? Конь Д2 на Е4. Как вообще блокадочка? Я понимаю, звучит смешно. Так, а если АБ? А, так угрожает Е3. Вот тут все зависает. Вот зависает все хозяйство. Ну, безнадежно у белок должно быть. И мне кажется, что белым можно поставить еще одну фигуру. От этого оценка позиции не изменится. Ну, разве что слон на Ж2 мог бы помочь. Во! Друзья, я вижу эстетичный ход. Ферзь Д5 и после размена такой образуется кубик Рубика в центре. Прямо пешка Д5 и пешка Е4 тоже, кстати, тяжелая позиция белых. Но просто из любви к искусству надо так сыграть. Ну, что имеется в виду? Что здесь пешка на Е6 висит с шахом. Может быть, все равно, конечно, Е3 выигрывает. Но для этого надо посчитать. Ой, молодец. Молодец, Максим. Вот за этот ход я его амнистирую. Считаю, что этот матч он провел не зря. Вот, смотрите. Вот. Вот. Многие люди хотят знать. А что такое центр? Вот этот центр. Вот этот центр. Все остальное это так, какая-то ерундовина. Ай, хорошо. Сейчас слон Ж5 можно сыграть. И вот слон Ж5 повязали. Теперь пешку на С2 сейчас будем душить. Ладья С8 и Д3. Вот представляете себе чувство Александра Вещука, который смотрит сейчас на эту позицию. И думает, как вообще я мог такое получить? Как я мог дожить до этого необычайного уборства? Д3 и ладья С8. Сейчас еще на С5 качество отдадим. Так, подождите. А вот тут я, кстати, не уверен, что Д3 так куда торопился? Зачем? Ладья С8 надо было. И постепенно пробеваться. Так. Ну, хорошо. Тем не менее. И взятие на Д3. И что тут хорошего? Взял на Д3. Уже количество черных пешек уменьшилось. У них всего лишь жалкие три пешки. Сейчас вообще перехватывает Грищук-то. Посмотрите, что творится. Висит пешка на А6. Ну, правда, ее брать нельзя из-за вторжения на С2. Но тут, во всяком случае, война есть какая-то. Ладья Ж6. Ну, не пускает белую ладью ни туда, ни сюда. Так. На Д5 висит. Как с этим относиться? Может, ладья Ф8 правильно так сыграно. Слон Д4. Ладья Ж3. И ладья идет на Д2. Все-таки опасно в белых позициях. Могут пешки сейчас проскочить. Ладья Д2. Ой, 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 ой. Куда? Ладья Ф3. С идеей Д2. А, и потом мат. Мат. Мат с шахами. Д2, Д1 и линейный мат. Красиво. Сыграл Максимка. Ай, красавчик. Ай, красавчик. Да. Ну, вот кончаются, видимо, ресурсы. Да. И король Е8. Ну, похоже, все. А Д2 я не вижу угрозы, друзья мои. Ну, по партии, конечно, получилось замечательной, творческая. Но Д2 и Д1 ферз. Д1 ферз. И Александр сдается. Ой, ну что творилось в этой партии? Это что-то необычайное. Вот. Ну, просто ужасная дисгармония. Она каким-то образом гармонировала с великолепными решениями соперников. Итак, дорогие друзья, давайте отдохнем пару минут и приготовимся к решающей битве. А именно, это будет игра. Здесь понимаешь, что уже все в его руках. Итак, осталось полторы минуты. Ну, я думаю, что здесь можно действительно выдохнуть. Грищук у нас пробивается в полуфинал. Ну, кстати, вот удивительно, время еще сегодня не закончилось. Но судьи решили, ладно, пора кончать эту феерию. И давайте шахматы Фишера. Смотрите, как ферз. Ферз же 8 на 2 успел съесть эту пешку. Ну, вот ничего себе. Вот что творится. А, что творится. Ну что, теперь пешку на Ф5 нельзя же отдавать, иначе без пешки останутся. Так, Е6. Размены происходят. Так, ну, надо как-то фигуру выдвигать. То есть, Д5. Вместо того, чтобы выдвигать фигуры, Максим здесь неожиданно занимает центр. Ну, вот конь вышел по-нормальному. Ферз же 2. И вот хотя бы я вижу, что рокировка, возможно, да. Но, правда, не сразу. Размены, размены. Но все-таки как-то отдали пешку белые. Стоят, по-моему, безнадежно уже практически. Если, конечно, черные успеют развиться. Вот это вопрос. Это вопрос вопросов. Белые немножечко, хоть немножечко, но опережают черных в развитии. Слон Е3. Угрожает взятие сюда. И конь Д5. Ну, 3-0, кстати, как нельзя вовремя последовать. Сейчас и Д4 угрожает. Так. И вот у белых уже серьезнейшие трудности. Вот, мне кажется, позиции очень печальные просто для Александра. Так. А что на А6? На Д4, наверное, идет. Так. Хорошо. Может быть, конечно, ход С5 есть такой боевой, могучий, чтобы специально пешку на Д4 внедрить. Слон Б4. Король Ф1. Я не знаю, что это меняет. Король Б8. Ага. Ну, белые лишены аркировки. Вот. Вот то небольшое преимущество, которое есть. Ну, и по пешкам все-таки одна лишняя ученая. Вот. Достаточно хорошая перспективная позиция для того, чтобы немножко смягчить этот удар, да. В каждом разговоре, как и сказал Великий Штирлиц, запоминается последнее слово. Ну, вот, будем считать, что Максим хочет по Штирлицу сработать, чтобы все помнили, что он в итоге все-таки победил, да. Самый последний удар может остаться за ним. Ферзь Е5. Ну, не хотелось меняться на Ж4, там как-то пешка на Ж7 зависала. 18 секунд у французского гроссмейстера. Ладья Е8. Па-па-па-па-па. Ну, все вроде пока здраво. Теперь сейчас осталось слона на Д6 как-то вывести. Но, вот, видим, Грещу кое-чем угрожает, да, слон. А, там будет ферзь, бьет Е1, и, может быть, какие-то волшебные комбинации. Нет, не получается. А если на Ж7 съесть, на Ж7 ферзем, а там ферзь Ф3, я не знаю, может быть, пора пешку все-таки отгрызать. На С7 угрожает Максим, не зеваем. И Александр очень ловко. Ну, смотрите, блестяще, конечно, король вышел на Ж2. И ладьи соединились. Ну, как-то координация фигур. Вот, а после А6, правда, белый конь отстраняется от работы. Размена, размена, просто Ж6 можно сыграть. Хотя, конь на Ф5 может быть еще сильнее. Вот, опять-таки, периодически шахматисты выдают феерию настоящую. Просто и позиционное лавирование, и вот видение тактики, ну, просто впечатляет. Сейчас конь А4, конь на Ф3 вторгается. Ну, по-моему, можно сдаться.